Я Сергей Валимов, Алена Мелько. Мы познакомились на презентации короткометражки «Подвески». Короткометражка по твоему рассказу «Подвески». И мне очень понравился этот фильм. И у нас как-то возникло обоюдное желание поговорить на эту тему. Ты писательница. А почему тебе понравился этот фильм? Он такой короткометражный, он динамично сделанный. Там такая неожиданная развязка. Но ты не догадывался о развязке? Нет, не догадывался. Ну, потому что это новелла. И замысел новеллы именно такой. Когда человек смотрит или считает по новелле что-то, он не может предположить, чем закончилось. Но я скажу тебе, что это было совсем неожиданно и совсем современно. В украинской действительности такие финалы, я бы сказал, редки. Во всяком случае, нечастые. Точно. Потому что здесь на взаимоотношения между людьми, такие любовные взаимоотношения, да, смотрят более традиционно, чем, скажем, в Европе, чем даже у нас в Эстонии. Хотя у нас в Эстонии, возможно, все. Ты пишешь все свои рассказы, основанные на реальных историях. Это правда. Где они тебе попадаются? Они повсюду попадаются. Начиная от каких-то туристических событий. Там, где я еду и знакомлюсь с людьми. О взаимоотношениях, в круге общения кто-то что-то сказал. Где-то какую-то историю о коллеге, о сотруднице, о какой-то соседке или о людях, о группе людей, которые побывали где-то. Я всегда слышу и слышу все между строк. И потом еще расспрашиваю, как это и чем закончилось. И когда мне люди с удовольствием рассказывают о себе или о своих знакомых, и потом в дальнейшем, я понимаю, что история настолько правдива, что вот так написать и потом люди, чтобы узнали сами о себе, я не могу. Я максимально завуалирую события. И, ну, смысловая нагрузка остается. Там ход событий, трагедия или очень такая необыкновенная любовь или необыкновенный поворот судьбоносных событий. Конечно же, я это пишу. И многим становится интересно. Но жанр новелла – это самый сложный жанр. Конечно, король новеллы – это Угенри. И это, кстати, был один из моих любимых писателей сейчас. Я опираюсь на его творчество и думаю, ну, надо вот быть ним, для того, чтобы и в кратком описании подловить вот этот такой резкий поворот, когда ты не знаешь, о чем. Ну, вроде бы читаешь об этом, а заканчивается совсем. Но в итоге оно все переплетено. Это очень сложно. И, пожалуй, когда мне удается написать новеллу, я ликую. Пока в моем портфеле четыре книги, и из них только три новеллы. И вот подвески оказалась очень интересной историей. И когда вот с Олегом Артамуновым мы знакомы уже семь лет, он был на презентации моей книги «Кукла», которая была написана семь лет назад. И в этой книге я написала новеллу подвески, пригласила Олега. И когда Олег принимал участие в моей презентации, мы с ним тогда уже задумали снять этот фильм. Но это оказалось тогда нереальным. Сейчас, на удивление, это уже прошло. Уже был третий-мемерный показ и достаточно успешный. Если можно так сказать, фильм получился. Получился? Интересно. Если бы побольше было бы возможностей и финансовых, и творческая группа могла располагаться и актерским составом, и техническим, то, конечно, мы бы развили даже не на одну серию. Но мне кажется, там все было на местах. Все, что должно быть в королевометражке, там было все было динамично, ярко, все хорошо снято. Но я хочу сказать, вот в этом как раз проявление таланта режиссера Коранковой. Она молодая, ну вообще была молодая творческая группа. И, как на мой взгляд, мне казалось, что их современный взгляд, современное понятие, оно будет, ну, разниться с замыслом автора. И я очень переживала, когда автор, когда пишет свой рассказ или что-либо, ну поверьте, это как вынашиваешь ребенка. Ты переживаешь за каждого героя, ты выводишь сюжетную линию, редактируешь. То есть очень много проходит на это время, уходит, вернее. И потом, когда что-то получается, то автор, он проживает каждого героя. И вот Коранкова, она смогла настолько передать вот смысловую нагрузку, и в короткий метр это все вложилось. Я, честно, тоже была удивлена и приятно удивлена. И я понимаю, что это тоже надо иметь и талант, и хорошо изучить материал, чтобы вот так эпизидично вложить вот то, что я хотела, я то, что вложила в рассказ, ну, вернее, в новеллу, а она вложила это вот в короткий метр. Описали сценарий? Я писала сценарий, ну, как бы, не то, что вот сценарий был расписан, а были тезисно поданы факты, а уже творческая группа, они уже делали по-своему. У нее совершенно свое, она снимала блоками, я не понимала, как это выписать, вот этот под сценарий. И она говорит, не трогайте, я сама. И, в общем, я ей отдала, и поверила, и, в общем, получила хороший результат. Все сделано очень, очень смотрибельно. Смотрибельно. Мне кажется, что вот эти деньги, которые вы вложили туда, они вполне себе отработали и сделали короткометражку такой, какая она должна быть. Динамичная, яркая, неожиданная. Мы планируем этот фильм уже демонтировать в кинотеатрах. Я вот буду договариваться, ну, и положим этот материал где-то на какие-то площадки, может быть, в Ютубе расположим. У нас же есть фестиваль «Черные ночи», Таллинский кинофестиваль. Секлышается. Да, международный. Я никакого отношения к нему не имею, но у меня есть у кого спросить. Вы с этой темой, мне кажется, вполне можете подать туда заявку, а дальше уже я не знаю. Узнай, а мы присоединимся или поддержим? Да, это было бы круто. Ну, почему бы? Это же все люди имеют право куда-то предлагать себя, свое творчество. Очень много делается работы, я уже не говорю о замысле и о созидании. Мне почему-то кажется, что подвески там могут пользоваться спросом, но особенно из-за сути. Да. происходящего, да. Знаешь, как, почему? Ну, мы немножко в занавеске откроем, потому что формирование личности или... Даже не знаю, слово я могу найти. Оно более формируется там у людей в юности, в детском садике, там, потом какие-то наклонности, там и так дальше. А тут раз в 40 лет человек готов, ну, человек оказался не тем, не тем, кто он на самом деле думал. И потом он, слава богу, что он это понял, и сделать такой шаг, поступок, это очень серьезно. Поэтому вот в этом и фишка там, соль этого всего рассказа, ну, новеллы, и соль этого короткометражного фильма, что человек в 40 лет чем-то меняет весь курс. Поэтому я призываю зрителей поинтересоваться новеллой, ну, вернее, фильмом, и почитать, конечно, новеллу мою, в книге «Кукла». Не пожалейте. Мы же поняли из контекста, что ты же не сценарист, а писатель. Я знаю тебя не так давно, поэтому у меня вопрос к тебе, как художник к художнику. Как ты начала писать? Как тебе это воспроизвелось? Обычно люди, которые что-то делают хорошо, у них это как-то с детства или нет? Это было с детства. В школе мои сочинения читались перед школой, не перед классом, а перед школой. Прямо перед школой? Да. Ты гордилась? Да. Я гордилась этим и очень любила русский язык и литературу. Пишу и думаю на русском языке. На украинском мне сложновато писать и думать. Но я знаю его, и если люди со мной говорят на украинском языке, я отвечаю на украинском. Совершенно нет у меня каких-то по этому поводу категоричностей. и то же самое, как и к другим людям. А что касается творчества, я всегда писала. Просили меня подписать с днём рождения, написать кому-то сочинения. Я плохо знала точные науки. Я имею в виду математику, физику и так дальше. И я даже бартер успевала заключать с ребятами, которые совершенно ничего и не смыслили в русском языке. Не были гуманитариями, да? И вот я умела договориться, и они с удовольствием не решали задачи в школе, а я с удовольствием написала сочинения на подоконнике. Но потом в студенчестве произошёл такой случай, когда я была в той юности, где мы друг другу писали письма и родственникам, и друзьям, и парням. И вот моя подружка в студенчестве имела отношение с парнем, который служил в армии, и они друг другу писали письма. Она, кроме того, как «Здравствуй, дорогой» мой, не помню, как его звали, я его ни разу не видела. Я видела только на фото пару раз какое-то армейское чёрно-белое фото. Она мне ничего не сказала. Ну, я имею в виду его образ, его личность, то есть парить себе в армейской форме. Но она его любила, она очень им увлекалась, увлеклась. Ждала? Ждала. И я ей писала письма. А она их потом переписывала. И в итоге переписывалась с ним я. И я развивала любую тему, что его интересовало, и поддерживала его в переборах. В переписке. И он, этой девушке, то есть мне признался в любви. И я говорю, надо же, ну, наконец-то ты получил то, что ты хотела, тебе парень признался в любви. Осталось одно. То есть он приедет с срочной службы, и дальше там начнёт тебе вместе жить. Но он уже поймёт уже, что это была не она. Да. И он приехал, и сказал, ты другая. Ты в переписке другая. Я так и поздоровала. И я не хочу с тобой не иметь никаких отношений. Они не поссорились. Для неё это был ужасный удар, что, ну, она-то думала, что у них начнётся уже по его приезду самое интересное, но на самом деле он сказал, ты другая. И раздача получилась и мне. Ну, она поссорилась со мной тоже, потому что она, я не знаю, приевновала, что она подумала, но мы с ней поссорились. Ну, она же инициировала обман. Она инициировала. Конечно, как бы там ни было. Ну, я с ним переписывалась полтора года. А обман всегда вылезает вот таким боком. В чём бы это было? Ни разу не видя человека. Но честно, я где-то считаю, что вот он особенно раскрыл мой талант, потому что это было более воображаемое. А то есть он дал тебе потренироваться как бы, да, ещё невольно? Да, потому что для автора очень важно именно визуализировать героя своего, события, связку, в которой последовательность развивает события. И получается, что я же не понимаю, кому я писала там ничего, но я развивала свой творческий талант, а он, конечно же, был у меня объектом, кому это писать. Я тебя очень понимаю. У меня были такие ситуации. Я очень сильно в переписке поднял вообще свой уровень повествования, выражения мыслей. И это потом перенеслось с бумаги как бы на разговоры, на общение, да? Это очень сильно поднимает. Ну, особенно вот стартанула я 7 лет назад. За 7 лет я очень много успела. Это как-то удивительно. Вот цифра 7 прозвучала. Может быть, что-то за 7 лет и происходит. Ну, цикличность такая. Так вот, я пописывала себе там всякие истории, которые меня впечатляли. Но это я там собирала это в папку и иногда читала в узком круге своих друзей, все с удовольствием меня слушали. Пока я не поехала в Чернигов, и меня там знакомили с одной женщиной, она оказалась редактором, и она оказалась тем, ну, на самом деле она мне сейчас очень близка, вот эмоционально и по духу, которая меня и направила. Она когда высушила моих там два рассказа, ну, потому что хлеба и зрелищ, мы собрались там, попили вино, ну, я говорю, у меня есть истории, но на то время они были с юмором, и я подумала, почему бы там не приукрасить наше общение еще там своими историями. И она высушила меня и говорит, Алена, вам надо писать. Она вселила во мне огромное, огромное чувство веры в себя. Вот в себя. Я уже ехала в Чернигово, я уже... То есть это не графомания, а именно талант, да? Да, и она меня настолько вдохновила, это был октябрь месяц. Так вот представьте силу вдохновения, что у меня в апреле вышла первая книга. И в нее вместилось 30 историй, я еще хотела 35, 36, 40, но я подумала, что почему бы там не перегружать эту всю книгу. И я вложила в нее 30 историй. Это были... Вот сначала я изливала все в этой книге. Это были истории из моего детства, это были истории из моей юности, это были истории из тех людей, которые там меня окружали. И мне так хотелось написать больше и больше, что я потом как... Меня понесло. В общем, на сегодня у меня есть 4 книги, сейчас заканчиваю пятую. Все думаю, как ее назвать, потому что всегда у меня была уздечка, а потом лошадь, а теперь лошадь, а потом уздечка. Потому что я всегда называла книги, не зная еще, что там будет. А сейчас вот материал уже готов почти, а названий нет. Вот ты сказала о Генри, твой любимый писатель, новеллист. Но когда мы говорим о Генри, всем все понятно, что мы сейчас там прочнем. Что у тебя можно прочесть? О чем ты рассказала? У меня можно прочесть те же подвески, которые новелла. О чем? О чем? Да, ну, основная тематика вообще твоего творчества. Взаимоотношения. Взаимоотношения, поворот судеб. Это реальная история. Вот, реальная история. Из реальных событий. Никто не летал в моих историях в космос, в галактику. Ничего не гипербелизировано там по сверхвозможностям и человека, и каких-то там событий. То есть все реально. Когда человек прочитывает мои истории, он говорит, да не может быть такого. А на самом деле может быть. Люди сами строят свои сценарии и жизненные, и они складывают свои события, которые там у них это происходит в жизни. То есть люди делают свою судьбу сами. Вот, ну, исходя из того, что я наблюдаю и записываю, мне особенно ничего придумывать. Вот так же у Довлатова. Это один из моих любимых авторов. Он просто имел талант все это наблюдать и очень талантливо записывать. Ну вот представь, Сережа, у меня есть история, называется «Законный муж». Когда девушка встречалась с парнем, гуляла с его родным братом, а вышла замуж за их отца. Ты имеешь в виду, гуляла, то есть имела отношения к тому, что я сексуально. а вышла замуж за их отца. Но история не об этом. Вот как услышав такую историю женщины, можно и не написать. Потом у меня, например, тоже одна из моих любимых историй в песне индийского гостя, когда моя приятельница поехала в Индию и взяла свою 17-летнюю дочь. ей на то время исполнялось 40 лет, и она хотела в Индии отметить свой день рождения и пожить там. Это была зима, но в Индии это тепло. Она взяла дочку на каникулы, и с ней происходит, она влюбляется в 28-летнего парня, а ее дочь влюбляется в этого парня. И вот получается треугольник мать, дочь и посредине парень, который объектом их любви, вожделения. И прежде чем положить на лист эту историю, я не была в Индии, но я все выучила про Индию, я все выучила про этнос, сколько аренда дома, какое море впадает тихий пьян. То есть ты подготовилась полностью, ты представилась я консультировалась с детским психотерапевтом, я консультировалась с психологом, я все выучила для того, чтобы эта история была абсолютно правдива в моем понимании. То есть я вот вычленила вот эту всю цепочку, ее сложила в одну связку, и там надо было очень писательское такое мастерство, потому что в одно время дочь не знала, что делает мать, а мать не знала, что делает дочь. они находились в это время в деревушке Балда, и надо было их еще и разводить как писателю. Но мне это удалось, и я очень горжусь этим рассказом, и вот взяла и написала об этом. Есть здесь это рассказ? Да, песня «Едийского гостя», это в кукле. Ты меня прямо заинтриговала. Посчитай песню «Едийского гостя», потом абсолютно правдивая история, когда я брала интервью у женщины, которой было на то время 29 лет, но в 27 лет она была еще парнем. В 29 лет эта женщина была парнем? В 29 лет она уже была женщиной, а в 27 лет она была еще парнем. Она прошла трансгендерный переход, и она просила написать правдиво о ней. Я написала 99% правды, я изменила только имя, и она работала в галантерейном магазине, я написала, что эта женщина работала в магазине женского белья. Я назвала эту историю «Бархатная лента», и я написала о человеке, который родился мужчиной, а в итоге стал женщиной, о всех его переживаниях, о всех его взаимоотношениях в социуме, и эта женщина очень просила, чтобы я акцентом сделала на то, что у нее с психикой все нормально, она просто родилась не в своем теле. И для меня тоже я проделала немало вот такой работы, ну, скажем, это были факты, это были тоже общения с психиатрами, которые возглавляли трансгендерную комиссию. Я изучала вот эти, ну, скажем, психологию этих людей, которые почему-то себя чувствуют не в своем теле, чтобы правдиво описать эту историю. В рассказе «Бархатная лента» это почти интервью, ну, скажем, почти интервью, но изложено это художественное. Вот четыре книги, сейчас уже пятая готовится к изданию, сейчас уже взял академический театр мою пьесу для того, чтобы поставить спектакль, и я создала два спектакля, один из них «Одна ночь в отеле» по одноименному моему рассказу, то есть с нуля, с первой буквы я написала и сделала и поставила этот рассказ с помощью профессиональных режиссеров, конечно же, но тем не менее, без моего участия там ничего не происходило. А как они о тебе узнали? Я их нашла сама. Сама? Предложила? Да, поначалу я все узнавала сама, предлагала, люди делали это с удовольствием, потому что они понимали, что это достойный материал. Читать им было интересно? Читать им было интересно, актеры все с удовольствием принимали тоже в кастинге участия и потом мы их отбирали и они с удовольствием потом уже не один раз были заняты в спектакле, но, к сожалению, что я все делала с нуля, начиная с аренды площадки, заканчивая гонораром актеров. Несмотря на то, что был полный вал, вернее, полная посадка и хороший вал, я все-таки предлагаю пока сама себя еще нет предложений. Предложений чего? Предложений, например, где-то с гастролями поехать в другой город, потому что если бы была у меня за драматургические возможности было бы больше денег, было бы больше рекламы, я имею в виду, начиная от бордов, заканчивая телевизионные рекламы в интернете какие-то еще популяризации со всех сторон, тогда, ну, знаешь, как с любой мышью можно сделать Микки Мауса, но я все за степом, степ за степом популяризируюсь. Сейчас уже, слава богу, сняли фильм и дальше уже идет ответная реакция, то есть больше интереса сейчас, но, конечно, если бы были инвесторы или меценаты или какие-то другие люди, которые даже в сотрудничестве с удовольствием бы работали, то они бы не пожалели, потому что стоящий продукт и все-таки наши люди ходят в театры и смотрят, и тем более смотрят и кино с удовольствием, поэтому и вот даже вот женщины, ну, в смысле, они женщины, а пенсионеры, люди, которые там с ограниченными способностями, они сидят дома и смотрят телевизор. Министерство культуры могут поддерживать в этом? Я не знаю, я еще там не была. Я еще пока отбиваю пороги театров, чтобы они брали и, во всяком случае, меня слышат и потом говорят, что это неплохой материал, но мне как-то проще, когда я арендую площадку. Когда ты сама все, да? И, ну, уже знает зритель и те спектакли, которые были предложены с моими актерами на мои рассказы, то была полная посадка, то есть три зрителя не сидела. Биток это называется у артиста? Да, не очень биток, но, тем не менее, вот в одном театре так из 75 посадки было 105 человек. Ну, наверное, это биток. Ну, да, конечно, если 75 стульев, то... Как родилась идея именно с Олегом Артамоновым снять вот эту короткометражку? С чего все началось? Я уже рассказала, прежде была презентация моей книги «Кукла», и там эта была новелла представлена в подвеске, и я там разыгрывала некий сценарий ну, по презентации, я нанимала актеров, и Олег тогда познакомился с книгой, с материалом, и я его в презентации был как бы разыгран эпизод подвесок, и я Олега пригласила на главную роль, ну, то есть он играл вот Георгия, который вот у меня заявлен и в фильме, и главный герой в моей новелле, и Олег сыграл этого самого Георгия, и он так сыграл, что те люди, которые сидели на презентации, они на самом деле, представляешь, как вот убить? Поверили, да? Поверили, что человек, ну, потому что мой герой тогда прилетел из Тюриха, и он говорит, да, ну, он зашел и говорит, да, я прилетел из Тюриха, и он начинает говорить устами моего героя, и потом, когда люди, которые были на презентации, они подошли и говорят, надо же, к тебе даже с Тюриха прилетели, это так было прикольно, но это было здорово, это вот, ну, вершина и авторского мастерства, да, когда тут сходит, прям со страниц сходит твой герой, и актерского мастерства, который сыграл так, что люди поверили, что это ожил герой и приехал на презентацию. Это как вот я в детстве верил в то, что Евгений Евстигнеев, это профессор Плеич, наверное, в детстве смотрел этот фильм, и я никак его не мог ассоциировать просто с человеком и с актером. Мне казалось, что это профессор Плеич, наверное, во всяких фильмах. Ну, вот, наверное, это вершина актерского мастерства, когда... Что он прямо так хорошо сыграл? Да, да, и... А остальные кто играли? Тоже Таня? Ну, там были, нет, задействованы другие актеры, потому что это были эпизодические такие обкрапления, вот, ну, обзор делался по всей книге, и там с юмором была подача презентации и все это. И когда Олег уже за кулисами мы там, ну, обменивались эмоциями, и Олег говорит, слушай, надо фильм этот снять, но тогда это казалось как пешком до Китая. Ну, вообще-то это было спустя 7 лет и это было действительно так долгосрочно, скажем, но вселенная уже зашевелилась тогда, вибрации уже пошли. И вот так удивительно, что когда вот Олег нашел эту съемочную группу, ну, с кинорежиссером во главе, и он предложил этот рассказ, и эта Таня быстро включилась, и вот на сегодня мы уже имеем фильм, конечно, прикольно, ну, это удивительно. А сколько времени заняло от начала до конца? Семки? Ну да, вот вы собрались, собрали команду, ну, и вообще вот от первой мысли. От первой мысли это было лето, июль, или июль. 19-го года? Да. Подготовительные вот такие разговоры, разговоры разговаривали лето. Потом подготавливали, вот локации подготавливали, договаривались, это же все надо было больше с людьми договориться, чем заплатить. А как определили, что именно эта девочка, режиссер, справится? Вы отсматривали ее работы? Вот Олег этим занимался, он только оставил перед фактом, я нашел, я определился, они согласились, он больше этим жил, потому что он хотел там играть, он хотел быть этим героем, и даже удивительно, он там, у меня герои в описании имеют лишний вес, и вот он даже поправился потом, ну вот настолько ему хотелось этим актером быть, что даже согласился, что он будет значительно больше на период съемок, потом похудел, и все так, ну это же надо, так вот, такое актерское желание, вот, хотя, когда я приглашала на презентацию других актеров, когда узнавали, в чем суд, отказывались, потому что там компрометирующая такая была история моего героя, что нет, нам не надо, но вот, кстати, это вот заключается мастерство актера, когда актер не может быть компрометирован ролью, это и вообще все мастерство, когда он может сыграть и негодяя, и там супергероя, еще что-то, вот, это разноплановость, это есть мастерство. Согласен, да, именно, убедительно, чтобы все это было. И вот он меня ставил перед фактом, что есть актерская, вернее, творческая компания, здесь кинорежиссер, есть продюсерский центр, и мы договаривались, договаривались, и вот в октябре месяце пошли первая съемка, даже разбили тарелку, и все участники площадкой группы разобрали осколок, и даже я себе там в темноте уже взяла этот осколок, смотрю, а на моем осколке написано мелько, я думаю, надо же, и я даже в рамку взяла этот осколок тарелки, ну, который разбивается перед начало свемочного дня, в первый день, это такая традиция, у киношников я не знала, и даже меня пригласили в эпизодическое руль, я была главным статистом, скажем так, но я поняла, мне было очень интересно отметиться в том фильме, где я явилась автором, но это тоже для меня был опыт, но тем не менее я четко поняла, что я не могу и не хочу быть актрисой, туда же тоже люди стремятся, мне интереснее сесть написать, а потом уже посмотреть, как это воплотится, но когда мне предложили быть в этой эпизодической роли, я с удовольствием согласилась, я устала, почему-то эти съемки длились с 4 вечера до 8 минут, потом я переживала, как я буду смотреться в кадре, тем не менее получилось неплохо, а Олег конечно вжился в эту роль, и вот его усердие, его творческое такое мастерство и талант, конечно, я считаю, что у него роль получилась. Он помогал собрать актеров? Да, он так вовлекал актеров, и многие актеры соглашались просто так сыграть, и мы там договаривались там за локацией, там надо было и клинику, и ювелирный магазин, и аудиторию, и вот мы везде договаривались, и это как-то так, все люди вовлекались в этот площадький процесс, и это было здорово. А ты смотрела вот это видео, которое я снял, когда была презентация, что Олег говорил, нормально это было? Нормально. Я даже больше скажу, одна ювелир, она когда услышала, что нужны ювелирные изделия, она специально для этого фильма подготовила эти подвески. Вот эти подвески, которые оказались у Тани на ювелире. и вот сейчас это на украинском властность владения, да, этого киносюжета, и мы Тане подарим официально эти подвески, чтобы она носила... А я же на ней видел уже, по-моему, во время презентации. Ну, она была на презентации, но второй раз это еще будет преподноситься на втором мероприятии. А когда это будет, второй мероприятие? 20 марта. Марта. Это уже скоро совсем. Ну, вот, да. А где? В Лире. А что такое Лира? Извини, я не местный просто не все знаю. Лира – это кинотеатр, который предоставил нам второй раз уже на презентацию уже для публики. Ну, вот на премьерном показе были более профессионалы, там, люди из киноиндустрии, скажем так, а в этот раз уже будет зритель приглашенный. И вот, ну, будет небольшая презентация перед показом, и вот будут включаться эти подвески. Скажи мне, а ты и все заинтересованные работающие с тобой люди, вы как-то пытаетесь рекламировать вот то, что у вас будет еще в Лире? Где-то делаете какие-то объявления, приглашаете на какие-то телеканалы, может быть, даже? телеканалы не приглашали, но зритель, ну, вот, круг знакомых, вот, ну, реально уже биткомная битва. Из 110 посадочных мест приходит 118. Актерский состав, и те люди, которые делали этот фильм, будут стоять у стеночки. А меня позовете? Я тоже буду у стеночки стоять, неправильно. Хорошо, постоишь. Вот, друзья, смотрите, мне действительно очень интересно, потому что я сейчас, конечно, читаю меньше, чем я читал в молодости, не потому, что у меня пропало желание, просто мало стало нового современного материала, который был бы мне интересен. Но, учитывая кино, учитывая людей, которые вокруг этого, я думаю, я почитаю с удовольствием. Плюс я же должен тебе что-то ответить на то, что мы говорили, то, что я видел, посмотреть на твой стиль, как ты пишешь, а я тоже со словом на ты. Поэтому мне будет интересно. Мы подписываем. книги, да? Я подписала Сергею сегодня две книги. Одна из книг «Одна ночь в отеле». По этому рассказу сделан спектакль. Он успешно прошел пять раз в Киеве. И сейчас я планирую так, чтобы этот спектакль еще гастролировал. И приложу максимум усилий для того, чтобы его популяризировать, потому что получилось очень красивая, эротическая, танцевальная драма, которая стоит внимания. И вторая книга «Кукла». Я уже подписала, пока там Сережа бьет туда-сюда. Здесь интересные рассказы, в основном, ну как, из-за чего мы и встретились, потому что в книге «Кукла» есть новелла «Подвески». На сюжет снят сейчас короткометражный фильм. Вот будет опять премьерный показ 20 марта. И я считаю, что в этой книге все подлежит экранизации. Пусть я говорю субъективно, пусть я говорю там как-то может быть от своего сердца, но вот Сережа сделает выводы и поймет, что все истории абсолютно могут лечь на экран, то есть на сюжет, на основную линию и будет интересно зрителям. Но фильм я видел, мне понравился, я еще раз скажу, наверное, уже пятый раз. И в завершение я хочу сказать о том, что у меня я вот напечатала опять вновь тираж, потому что книги раскупаются, все-таки радует то, что люди читают и любят это не только в электронном виде информацию читать, но и притрагиваться к бумажным изданиям, которые все-таки имеют место еще. Да-да-да, книжку всегда интереснее читать, всегда. и я рассылаю книги вот по новой почте, когда мне лично пишут ФБ люди, которым интересно мое творчество, они делают заявку, и я рассылаю, мне совершенно не стоит труда выслать, и подписываю, ну, то есть пишу автограф, ну, обращаюсь к кому, кто там делает заявку, я высылаю книги, и, таким образом, мои книги даже читают вот, ну, в Украине, ну, вот из таких больших городов я посылала в Харьков, посылала в Днепропетровск, посылала в Ивано-Франковск, я даже была удивлена, что там больше люди читают на украинском языке, но, тем не менее, нашлись люди, которым интересно и на русском почитать, и даже мою книгу увезли в Новую Зеландию. Представляете, приехала одна гостья, и она говорит, сначала говорит, ой, будет что почитать в дороге, потому что оно это недалекий след, а в итоге приехала и купила остальные три книги. Ну, это классно. По-моему, это и есть ответ у читающей публики, да, и человека на то, что интересно или нет. Мне было с тобой очень гармонично, свободно, я с удовольствием поменялась такое время и думаю, что ты познакомишься с моими рассказами и мы встретимся еще вновь. Взаимно, Алена, взаимно, спасибо тебе, что согласилась, мне всегда приятно пообщаться с интересным человеком. В любом случае, спасибо, я тоже себя свободно почувствовала, я хотела поделиться вот и с Игеем, и зрителям о своих переживаниях, о том, что меня интересует, волнует, о чем я пишу, как я начала это делать. Ну, тогда все, тогда мы сделаем этот маленький фильм, посмотрим его потом, как получилось, а я пока почитаю книги. Субтитры сделал DimaTorzok